Я как белка в колесе. У меня летом две работы, сейчас одна. Летом я на двух работах работаю, успеваю за детьми смотреть. Мне кажется, что каждая мама по-своему, это героиня, это та женщина, которая должна быть безумно сильной. То есть не за руки опускать. Дети это смысл твоей жизни, они тебе дают стремление ко всему абсолютно. То есть и к работе, и к развитию, и к тому, чтобы ты была сильной, и ни в коем случае нельзя себе дать какую-то слабину. Быть мамой – это не только счастье, но и работа. Здесь не бывает выходных, ведь каждый день детям нужны заботы и внимание. Лилия сама выросла в большой семье и хорошо знает, сколько труда требует забота о близких. Сейчас в семье трое детей и каждый день проходит в неустанных хлопотах. Сложно бывает тогда, знаешь, когда вот они сидят над тобой и говорят, я хочу это, я хочу то. И все втроем. Тогда ты сидишь и думаешь, господи, да что ж это такое, может, это не я. Понимаешь, вот такие вот моменты, да, это бывает. Задача мамы не только – одеть и накормить, но и научить. Подготовка домашних заданий тоже отнимает много времени. К счастью, математика Максиму дается легче, чем другие предметы. 56,40. 56,40 до 16. Делу время, потехе час. После домашнего задания – прогулка. Дети у Лилии дружные, но ссоры случаются. В такие моменты она старается не вмешиваться, дает им разрешить все споры самостоятельно. Этой мудрости Лилия научилась у своей мамы. Хотела бы сказать огромное спасибо за то, что она нас родила, за то, что она эту прекрасную жизнь. Она большая молодец, потому что в тот момент это было очень тяжело. Она родила и воспитала трех детей, воспитала одна, она работала на ферме. То есть были такие моменты, когда мы сладостей не видели, но тем не менее мы за это и благодарны очень сильно. И для меня она является большим примером, потому что какие бы трудности в жизни не было, я всегда вспоминаю свою маму. Я вспоминаю, как она одна нас троих поднимала. Труд мамы близкие замечают редко, но Лилии повезло, она нашла в своих детях поддержку. Они говорят ей спасибо каждый день. То есть от своих детей, на самом деле, я очень много благодарности слышу. И они понимают то, что я у них одна, поднимаю их тоже одна, и за это тоже не говорят благодарность. Татьяна Мельникова, Вячеслав Шумов, ТВР24